Посмотрим чуть позже. Давайте посмотрим на Михаила Сеченова и книгу «Рефлексы головного мозга». Как только книга была напечатана, тираж был арестован, петербургский митрополит Исидор потребовал, чтобы автора Михаила Сеченова отправили на Соловки для покаяния. Книга была запрещена к продаже, и то название, под которым мы ее знаем, «Рефлексы головного мозга», это название позднее, цензурное. Потому что подлинное название Сеченова «О влиянии физиологии на психическую деятельность» было запрещено как безбожие. Это вам два простых примера взаимодействия с наукой. Александр Леонидович, скажите, а как связаны между собой русскость и православие? Ведь православие, в большом счете, это часть культурного кода России, это часть нашей культуры, и отказаться от православия, это значит отказаться от самих себя. Когда речь заходит о православии, когда речь заходит о русскости и о связи русскости и православии, я всегда задаю один и тот же простой вопрос. В какой связи преклонение, я очень хорошо отношусь, уважительно отношусь к евреям, прошу это отметить, но в какой связи русскость находится с преклонением перед Богом-евреем Иеговой, Яхве, или в другой постаси Иисусом? Почему? Для того, чтобы считаться русским, надо быть фанатичным поклонником еврейской мифологии, древнееврейской мифологии в данном случае. Я не вижу никакой связи, это совершенно разные этносы, это совершенно разные культуры, это совершенно разная связанность. И никакой связи между русскостью и православием нет. Почитайте письма Белинского Гоголю, почитайте, в конце концов, Гаврилиаду Пушкина, до какой степени подлинная русская культура всегда издевалась над этим идеалом. Вспомните картины Перова. То есть всегда православие ощущалось как нечто чуждое, вы хотите? Я не знаю, всегда или не всегда, мы только знаем, что не было больше ни одной страны в мире, в которой бы существовали змеевики. Вы знаете, что такое змеевик? Змеевик примерно до 15 века очень часто находится в раскопках и экспонируется широко в музеях. Это медальоны, которые носили на груди, на одной стороне этого медальона языческий символ, на другой христианский. Это некий такой компромиссный вариант, потому что, конечно, крещение Руси в то время, когда это хрестоматийно происходило, не произошло, было насильственно, с унижением национального достоинства, не объясняя причин и сути вероисповедания, затолкана в речку, избита и навешаны кресты на несколько человек, которые не поняли, что произошло. Само же сопротивление христианству длилось в русских городах достаточно долго. И в Новгород, в Суздаль христианство приносилось только на кончике факела и меча. И очень долго было сопротивление. Затем был раскол, который, по сути, перевернул так называемую церковную жизнь. А в России не было ничего, кроме церковной жизни. Где-то уже первые анатомы делали первые гравюры с человеческого организма. Где-то высекал из мрамора скульптуру Бернини, писали Тициан, Веласкес, Гойя. Где-то был Леонардо с его гениальными машинами. А у нас только актоихи, требники, земные поклоны, свечки. И ничего больше. Ни музыки, ни театра, ни медицины, ни истории, ни психологии, ни поэзии. Александр Леонидович, а вам не кажется, что российское общество с каждым годом все больше проваливается даже не в религиозное, а в дорелигиозное, магическое, первобытное восприятие мира? Так, а на самом деле религиозное от магического ничем не отличается. Потому что, если вы попробуете... Я не хочу касаться догматики, не хочу обижать никого. Но если вы попробуете перевести на нормальный культурологический, фрейзеровский, скажем так, язык, то, что у нас был великий религиозный господин Фрейзер, то мы увидим, что на самом деле в основе всех культов, в том числе и организованных, и крупных, все равно те же самые магические манипуляции. И если мы внимательно рассмотрим даже то же самое евхаристию, причастие, если мы это переведем с высокого церковного, мы увидим как бы ритуальный культовый каннибализм. Потому что ведь что происходит? Приглашается публика, присутствующая в церкви, приглашается есть тело умершего, убитого мужчины. Это не новость в мировой религиозной практике, потому что зулусы, когда убивали леопарда, тоже ели его сердце, чтобы принять в себя частичку быстроты и охотничьей удачливости леопарда. К сожалению, это все культы, по крайней мере предлагаемые нам, они поразительно вторичны. И очень сильно плагиатированы. Я правильно понимаю, что любой уважающий себя современный образованный человек логическим образом будет атеистом? Нет. Нет. Во-первых, для того, чтобы быть атеистом, надо серьезно относиться ко всем этим проблемам. К церкви, к вере, к исповеданию культа Будды или Чебурашки, или к тщательному подсчету голову Змея Горыныча, или к разговору о том, могут ли мертвецы через три дня после смерти летать по небу. Нет. В мне, например, это все совершенно безразлично. Я в данном случае говорю только о социальной роли церкви. Я оцениваю только социальную роль, и то только по вашей просьбе. Потому что подчеркиваю, что это абсолютно не моя работа. И я вмешался в эту ситуацию только тогда, когда увидел, что все струсили, что все молчат, что происходит нечто совершенно чудовищное по нарушению Конституции в том числе, когда религиозная структура пытается интегрироваться в светскую человеческую гражданскую жизнь. И все молчат. Существует некая заинтересованность государственных структур в том, чтобы это все развивалось так, как им кажется, чтобы это нужно было бы развиться. Поэтому первым замолкает чиновничество и зашивает себе на суровые нитки рты, цепляет на себя крестики и идет к каким-то церквям. Потом, глядя на чиновничество, замолкают умные журналисты, которые хотят карьеры. Потом замолкают даже глупые журналисты. А потом начинают говорить старые репортеры. Ясно. Скажите, про вас можно сказать, что вы атеист или вы агностик? Как-то себя атрибутируете? А я не могу себя никак атрибутировать. У меня для объяснения религиозной веры есть свое отдельное мнение, которое я не буду сейчас вам рассказывать, потому что оно покажется многим-многим обидным. Это магично. Представление оно нейроанатомическое. И я бы сказал, оно скорее такого медицинского характера. Спасибо.